здравствуйте друзья здесь демитков юрий многие люди еще боятся вкладывать в акции они говорят что это ну это может быть невыгодно может быть не так интересно сейчас я хочу попробовать развеять эти сомнения и показать что акции это выгоднее чем депозиты дело в том что депозиты в последнее время падают ставка по депозитам падает уже там шесть процентов это считается нормально и в июле месяце ожидается что ставки по депозитам еще снизятся почему потому что центробанк взял курс на снижение инфляции со снижением инфляции будут снижаться ставки кредитования и ставки по депозитам тем более будут снижаться и поэтому все больше и больше людей переходят на фондовый рынок и так ну а на фондовом рынке какие же акции покупать вот давайте сейчас я нашел акции и отсортировал их по самым большим ожидаемым дивидендам давайте сейчас идем на сайт мы сейчас находимся на сайте доход точка ру инвестиционной компании аналитика дивиденды и здесь я вывел табличку по дивидендам и так смотрим табличка акция сектор какой период выплата на акцию ну это в рублях до в рублях ну вот следующая табличка доходность выплаты вот видите стрелочка отсортирована по доходности выплаты далее идет дата закрытия реестра капитализация и деса и и честно говоря я не очень знаю что такое деса и вот и так в этой табличке на первом месте стоит акции сургут нефтегаз привилегированный п видите да сектор нефть газ годовые 9 посчитана годовая доходность выплата на акцию 762 в рублях доходность выплаты 18,66 процентов годовых это в три раза выше чем доходность по депозитам какие доказательства вам еще нужны сургут нефтегаз префы какие здесь нюансы смотрите дата закрытия реестра 1807 18 июля что это значит это значит что если вы будете владельцем акций на вот этот момент на момент 1807 2019 это вы получите дивиденды первое второе значит смотрите еще один момент прогноз что такое прогноз его могут утвердить могут не утвердить размер дивиденда рекомендован советом директоров что это значит а это значит что дивиденды утверждаются на годовом общем собрании акционеров или на промежуточном вот и как они утверждаются они утверждаются простым голосованием простым большинством голосов кто и сколько имеет голосов на общем собрании акционеров на общем собрании акционеров каждая акция это один голос понимаете да теперь дальше то есть если у меня например пакет много акций если я больше половины компании купил, если мне принадлежит, например, больше половины компании, то, соответственно, все остальные акционеры называются миноритарии, и поэтому они могут голосовать, могут не голосовать, но, так сказать, одна моя рука перевесит все, потому что я главный акционер, да, ну, это не так, естественно, я просто утрирую, но на самом деле, смотрите, размер дивидендов рекомендован советом директоров, кто входит в совет директоров, а вот в совет директоров, как правило, компаний входит люди, которые, ну, скажем так, владеют или имеют право голоса за самые большие пакеты акций, то есть, ну, скажем, представители государства, которым государство делегировало полномочия в совете директоров, это первое, второе, самые крупные акционеры, то есть, совладельцы предприятий, и, как правило, в совет директоров входят люди, то есть, если посчитать всех, там, сказать, там, сколько, 12 человек, там, 18, не знаю, сколько человек в совете директоров, вот, люди, то эти люди в совокупности обладают большинством акций, то есть, пакетом акций больше, чем 50%, и когда они на совете директоров заседают и думают, какие же дивиденды мы дадим, так вот, они когда думают, и они говорят, что давайте сделаем так, мы созываем общее собрание акционеров вот в такую-то дату, дата закрытия реестра будет вот такая, это за два дня до общего собрания акционеров, как правило, дата закрытия реестра, и мы будем рекомендовать общему собранию акционеров утвердить дивиденды, вот в таком объеме, а для того, чтобы эти дивиденды выплатить, мы, значит, берем и распределяем вот такую-то часть прибыли на выплату дивидендов, и что это значит? А это значит, что практически всегда на момент общего собрания акционеров, акционеры собираются, там, значит, все красиво должно быть, и у акционеров, значит, выводится на голосование первый вопрос, значит, кто за то, чтобы утвердить вот такие дивиденды, и, значит, там поднимают, естественно, совет директоров, члены совета директоров, они же не могут идти против своего решения, они поднимают руки, что они, сказать, да, за такой размер дивидендов, и все остальные поднимают, значит, там подсчитываются бюллетени, значит, подсчитывается количество поданных голосов, ну, как вы думаете, если в совете директоров люди, которые обладают правом голоса по большинству акций, то, соответственно, такое решение и будет принято почти наверняка, то есть, ну, крайне редко, когда решения, которые были рекомендованы советом директоров, они меняются, ну, разве что совет директоров поменяет свое мнение под каким-то, по каким-то причинам, вот, ну, причины какие могут быть? Владимир Владимирович вызовет и посоветует изменить, вот, ну, это я так, вот, значит, смотрите, на первом месте, еще раз, Сургут нефтегаз префы, что это такое? Это привилегированные акции Сургут нефтегаза. Это компания, которая не закредитована абсолютно, и она аккумулирует большую часть выручки, причем в валюте, ну, ладно, не буду распространяться, вот, ну, в общем, это очень такая компания, которая, у которой все хорошо, у которой очень хорошие связи с Путиным, вот, скажем так, вот, поэтому 18,66% доходность ожидаемая, почему такая доходность? Потому что, ну, потому что у бюджета денег маловато, и Владимир Владимирович попросил, чтобы денежек побольше выплатили, вот, соответственно, смотрите, давайте, так, хорошо, Сургут нефтегаз префы. Далее, следующая компания, Мечел, акции привилегированные. Почему привилегированные на первом месте? Потому что по привилегированным, они стоят в более привилегированном положении к выплате дивидендов, то есть по привилегированным акциям, там, вот, по-моему, вообще, ну, права голоса нет, зато есть первоочередное право на получение дивидендов. Вот так. Значит, поэтому Мечел. Почему Мечел большие дивиденды? Да потому что Мечел в свое время очень здорово упал в цене акции, и цена акций такова, что размер дивидендов, в общем, сказать, ну, как бы он планировался от прибыли, но так как акции упали, соответственно, на, если дивидендную выплату разделить на цену акции, то, соответственно, получится достаточно большая цифра 16,43%. Дата закрытия реестра также 18 июля. У нас еще есть вот столько времени для того, чтобы приобрести эти акции. Но это не значит, что можно сидеть и смотреть, да, потому что акции к моменту, чем ближе к общему собранию акционеров, тем больше они будут дорожать. Понимаете? Поэтому вот надо всегда рассчитывать. Смотрите, поэтому, смотрите, вот мы смотрим, цена прогнозная, да, 7,62, 18,21. Следующее, НКНХ привилегированный, химическая промышленность. Но, посмотрите, 7,45 выплата на акцию, почему не стоит галочка? Потому что дата закрытия реестра 22.04.2020. Не скоро еще. Еще не скоро. Поэтому, ну, если мы хотим по дивидендам, из-за дивидендов войти в эти акции, то кто его знает? То есть не было еще заседания совета директоров, и вот эти оценки сделаны на основе, ну, как бы, у каждой компании есть дивидендная политика. Если дивидендная политика не изменится, то доходность по дивидендам будет вот такая. Вот, то есть здесь надо думать. Здесь уже практически, ну, там, где стоят галочки, практически все уже известно. Вот, следующее. МРСК Центра и Приволжье. Что это такое? Коммунальные услуги. Межрегиональная, по-моему, распределительная сетевая компания. То есть это компания, которая берет деньги за электричество. Они, ну, в последние годы, там, в связи с изменением законодательства, все вот эти компании распределительные, они получили совершенно бешеные какие-то, ну, приоритеты. И у них в связи с этим прибыль очень-очень скакнула. Все вот эти распределительные компании за прошлый год дали бешеную доходность. Вот, поэтому ничего удивительного. Коммунальные услуги 25.06. Эти пораньше закрываются. Реестры. То есть уже надо торопиться. 14,44% годовых доходность. Выплата прогнозная на акцию 0,04 копейки, 0,407, в общем, сказать, рублей на акцию. Ну, об этом мы чуть позже сейчас коснемся. Следующее. Татнефть привилегированные. Всего 12 месяцев. Период прогноз на акцию 0,83. Дата закрытия реестра неизвестна. То есть она вообще неизвестна. Еще даже общее собрание акционеров не состоялось. Поэтому неизвестно. Будут, не будут. То есть может пересмотреться. Следующее. Алроса Нюрба. Вот такая акция. Годовые. 12,99% годовых доходность. 0,9-0,7 дата закрытия реестра. Вот. Ну, это... Вот я уже почитал про Алроса. У Нюрба. Я нашел информацию. Это компания, которую купила недавно Алроса. То есть Алроса вошла туда большинством голосов в капитал компании. И, скорее всего, эту компанию Алроса будет выводить из листинга. Но пока ее еще можно купить. Одна акция. То есть, смотрите, на одну акцию 10 395 рублей выплата на одну акцию доходности. Но прогнозируемая. Но там акция стоит, я посмотрел, в районе 80 тысяч рублей за штуку. Вот такое дело. Но дивидендная доходность очень даже неплохая. 12,99% годовых. Это сильно выше, чем ставка по депозиту. Следующее. НЛ Россия. НЛ Россия – это коммунальные услуги. Опять же, значит, 12,83%. Все известно. 0,8-0,7 дата закрытия реестра. У меня в портфеле она есть. Я буду ждать дивидендов. Дело в том, что я эти акции купил по рекомендации. Они были куплены достаточно давно. С тех пор, как я их купил, они упали в цене. То есть, я, конечно, заплатил за них дорого. И я получу не такую доходность, как вы, если вы купите эти акции сейчас. Поэтому сейчас, ну вот, вы получите больше в процентах, чем я за эту акцию. Но я ее держу сейчас вот. И даже увеличил немножечко портфель этих акций у себя. Следующее. ММК. Что такое ММК? Это, по-моему, так, Магнитогорский комбинат. Металлы и добычи. 12,62. Дата закрытия реестра не определена. Следующее. НЛМК. Очень хорошая компания. Новолипецкий металлургический комбинат. Соответственно, 12,3% дата закрытия реестра не определена. Следующее. МРСК Волги. Ну, я уже говорил про МРСК. То есть, была МРСК Центра и Приволжья. МРСК Волги. 10,06, 2019 года. Но, в общем, уже надо брать эти акции сегодня, либо завтра. Иначе мы можем уже не успеть к закрытию реестра. 12,23% годовых можно получить. Следующее. МГТС привилегированные. Это Московская городская телефонная сеть. Насколько я понимаю, 11,89% годовых. 11,07 дата закрытия реестра. ТАТ-Телеком. То же самое. Телекоммуникационная компания. Так, уже закрыт реестра. Все, опоздали. МГТС. Уже не привилегированные обычные. 11,72. Чуть ниже, чем по привилегированным. Ну, как я и говорил, привилегированные акции дают больше дивидендную доходность. Северсталь. Дата собрания не определена. Норильский никель не определена. ЛСР. ЛСР. 10,07, 2019 года. 10 июля. ЛСР будет заседать. И рекомендованная доходность дивидендная. 11,39%. Что такое ЛСР? Это девелоперская компания строит дома. Вот. МРСК Юга. 11,22. 19,06. Ну, вы все видите. Давайте я дальше просто пролистаю. Так. НКНХ закрыт. Неопределен, неопределен. Ленэнерго привилегированные. У меня в портфеле они есть. Я их держу. Они здорово подорожали. Я их просто держу. Вот. 01,07, 2019 будут выплачены дивиденды. Но я их дальше буду держать. Продавать не собираюсь. Алроса. Неопределено, неопределено, неопределено. Селегдар привилегированные металлы и добыча. 9,47% годовых. 24,06. Ну, смотрите. Дальше уже идет по уменьшению. По уменьшению. Так. Диод. Диод. Это медицина написана. Это фармакология. Так сказать, там таблетки. 11,07. 9,43% годовых. Фосагра. 9,38% годовых. Но неопределено дата закрытия реестра. Башнефть привилегированные. Очень хорошие акции. Но они подорожали уже. Поэтому доходность снизилась. ФСК ЕС. 9,19% годовых. 16,07. Не опоздайте. Мосэнерго. Дальше. Обратите внимание на эти акции. И дальше уже не так интересно. Сейчас я вот прокручу немножечко до 6% годовых. Вот вы можете посмотреть. треть. Теперь далее. Мы посмотрели, какие акции дают самые большие дивиденды. Теперь как их купить? Ну, давайте посмотрим еще раз. Значит, сейчас мы вернемся немножечко на вот эту табличку. Вверх. Так, вот мы возвращаемся вверх. Смотрите. Давайте посмотрим на три компании. Ну, для примера просто три компании возьмем. Значит, смотрите. Сургут, нефтегаз, префы. Мечел, префы. И МРСК, центры и Приволжья. Так, рекомендованные дивиденды. Смотрим. 7,62 рубля на акцию. Мечел, 18,21. Это я для того, чтобы мы понимали, что это такое. И МРСК 0,0407 на одну акцию. Теперь смотрим. Теперь мы перейдем сейчас в терминал КВИК. И посмотрим, как нам купить эти акции. Акции Сургут, нефтегаз, привилегированные. Вот они. Посмотрите. Одна акция стоит 40,655 рубля. И вот эта акция Сургут, нефтегаз, префы. Давайте посмотрим сейчас на ее стакан цен. Почем она продается. Вот сейчас 40,655. Последняя сделка была. Это покупка, 665 продажа. Итак, считаем. Мы уже знаем из таблички, что рекомендованная выплата на одну акцию 7,62 рубля. Считаем. 7,62 делим. Так, делим. Нет, все-таки делим. Вот так. На текущую цену. 40, запятая. Мне само интересно. 600. Ну, пусть будет 60. 665. Наверное, сможем купить. Равно. Делю. Получается 18 целых. Вы можете проверить. 18 целых. 74 процента. Вот они, проценты. Понимаете? Прямо сейчас вы можете купить эту акцию, чтобы получить 18 целых 74 процента негодовых, ребята, негодовых. До выплаты дивидендов, до даты отсечки осталось чуть больше месяца. Ну, полтора месяца. Через полтора месяца отсечка. Вы видели, когда дата отсечки. И, собственно, вам будут выплачены дивиденды. Я лично ее не собираюсь продавать. Купить вы ее можете. Так. Теперь далее. Следующее. Давайте посмотрим Мечел. Сейчас, секундочку. Я убью вот это дело. Очищаю. Так. Убиваю. Вот здесь мы входим. Мечел. 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 Привилегированные акции. Вот они. Графики цены и объема. Котировки. Вот он, стакан цен у нас. 114 рублей 70 копеек за штуку она стоит. И, соответственно, опля. Вот так. 114.70. Они уже подорожали. Они уже подорожали. И 18,27 рубля на одну акцию. Делаем аналогично совершенно. 18,21 я делю на 114.70. 114.70. Равно. Получаем. 18,21. 21 делим на 114.70. Равно. Равно. 18,21 делим на 114.70. Равно. 15,80. Почти 8% годовых. 15,88% годовых. Вы получите на акции Мечела. Почему такая высокая доходность? Я уже сказал, что у этих акций было очень серьезное падение. Сейчас я вам покажу график в другом масштабе. Понимаете, они падали в свое время. Очень здорово. И поэтому такая доходность. То есть, если они вырастут, а они сейчас растут, но еще можно как-то успеть купить. Вы понимаете, да? То можно получить вот эти самые дивиденды. Вот. Сейчас дальше. Следующая компания. Просто я для примера. Значит, вот эти копейки. Сейчас вы поймете, почему копейки. Давайте мы это убиваем. И я ввожу. МРСК. Там. МРСК. Так, сейчас, секундочку. МРСК. Центра и Поволжья. Так, Центра и Поволжья. Акции привилегированные, да? Или нет? МРСК. Центра и Поволжья. Вот они. Ну, да, вот эти. Строим график. Опять мы уже знаем, как это делать. Вот он график. Сейчас я вам его вот сюда вот покажу. Вот он график. И... Так, секундочку. Сейчас я настрою. Оп. Так, котировочки. Посмотрите, какие котировочки. За одна акция стоит либо 28,21, либо 0,28,22 рубля за штуку. Давайте посмотрим, почему они такие дешевые. А потому что... Ну, потому что их так много выпущено. Посмотрите, один лот – это 10,000 акций. Понимаете? То есть минимальное количество акций, которые мы можем купить – это 10,000 акций. Вот. И за 10,000 акций мы отдадим, соответственно, 28,21 рубль, ну и 2,43 будет ориентированная комиссия. Теперь смотрим, значит... Сейчас я не буду их покупать. Вот. Считаем цену за доходность. Считаем доходность. Ну, вы уже понимаете, да? Как она считается? 0,0407 делим на 0,28. Ну, пусть будет 27. Равно. Вы можете сами, опять же, все это проверить. 0,0407 делим на 0,2827 равно 14,4% годовых. Вот такая доходность вполне, причем они повысились только что, понимаете, да? Вот. Вы можете поставить заявочку на покупку здесь и купить их несколько дешевле. Вот такое дело. Вот такое дело. Ну, а как вы можете купить эти акции? Акции, посмотрите. Вот здесь терминал КВИК и вот я нажимаю здесь совершенно спокойно. Вы видите, что в терминале КВИК проще всего купить эти акции. Можно купить без терминала, но без терминала вы не увидите график, вы не увидите динамику. А вот о том, как пользоваться графиками, как смотреть на динамику акций, когда их покупать, когда не покупать. Каким образом это делать самостоятельно? Ну, во-первых, оставайтесь на моем канале, я буду дальше информировать вас о самых доходных инструментах, которые можно купить на фондовом рынке. А для того, чтобы покупать самостоятельно, вот я делюсь инвест идеями, соответственно, вы сможете покупать их самостоятельно, если пройдете курс. Курс биржи для чайников, вы уже догадались. Курс биржи для чайников, сайт demetkov.com, сейчас вы видите, вот там вот в левом верхнем углу, там буквочка И стоит. Если вы на нее наведете курсорчик, там выскочит прямо биржа для чайников, переходите на сайт и совершенно спокойно вам не надо обращаться никому. Вы сами сможете покупать акции, ну, по тем рекомендациям, которые я даю. Кроме того, всем, кто закончил курс, у нас есть чат, он очень активно сейчас действует, там люди делятся идеями инвестиционными, уже он без меня работает практически. Вот, и какие акции покупать, какие продавать. Вот, и когда надо покупать, когда не надо, мы делимся инвестиционными идеями. Ну, а сегодня вот я просто рассказал вам о том, о тех доходах, которые можно получить только благодаря дивидендам. Даже не, так сказать, ну, не заморачиваясь на росте акций. Вот, и вы видите уже, что есть огромное количество акций, огромное количество вариантов, как получить доходность в 2, 3, 4 раза выше, чем в банке. Если вы еще ждете, у вас еще нет брокерского счета, курс биржи для чайников, там прямо с самого начала, прямо буквально со второго занятия, вы уже сможете открыть брокерский счет. Я расскажу вам, как его пополнить с минимальной комиссией и дальше, как уже принимать самостоятельное решение. Вот, ну, я надеюсь, что видео было полезно многим и будет полезно многим на сегодня. Все, спасибо за внимание. С вами был Демитков Юрий. До встречи.